Грязная история на улице Тепличной. Контейнерную площадку ликвидировали, но альтернативы жителям для выноса отходов не предоставили. В итоге на месте, где стояли контейнеры, образовалась свалка. Как навести порядок, разбирался городской дозор. Еще пару недель назад на этом месте стояли контейнеры для мусора. Как оказалось, площадку закрыли. Но в силу привычки народ продолжает выносить сюда отходы. Горы хлама людей, похоже, не смущают. Так что на улице разрослась настоящая свалка. И прибывает она не по дням, а по часам. Мусор сюда несут со всей округи. Ну это уже противно, это уже невозможно. Как только люди не видят, ну что-то вообще творится, начальство ничего не хочет делать. Ну мы же не свиньи, уже лето. Растает, вот уже растаяло все. Скоро крысы побегут. Бежать готовые люди, только не понимают, куда. Контейнеры, рассказывают, исчезли внезапно. Никто о закрытии мусорки не предупреждал. Да и альтернативы, куда выносить ссоры с дома, нет. Контейнеры закрыли, ничего нигде нам не написали, куда, чего мусор девать. Живем, как на большой помойке. И чьих рук дело ее убирать, выяснить не удалось. Мы воспользовались общегородской акцией «Наша контейнерная площадка», которую уже четвертый год проводит инспекция охраны окружающей среды. Там сообщили, что о свалке знают. Инспекторы выяснили, что площадка предназначалась только для ТСЖ, на Парниковой. Но так как мусор сюда несли жильцы десятков других домов, обслуживающая организация с апреля договор расторгла и перенесла контейнеры поближе к своему дому. Теперь вопрос, кто приверет за теми, кто мусорит по привычке. Будет направлен запрос в администрацию Рожженкидовского района о том, чтобы они дали нам информацию, кто ответственный на данной территории. Если они не владеют этой информацией, мы попросим их, чтобы они уборку этой территории включили в план работы. Акция «Наша контейнерная площадка» продлится до конца апреля. Во время ее проведения сотрудники инспекции охраны окружающей среды трудятся в усиленном режиме. Привлящих внимание к ненадлежащей уборке мусоросборников можно по телефонам, указанным на экране. Юрий Шумков, Антон Лимонов, Городской дозор.